В России Самая большая по протяженности в мире эксплуатируемая сеть внутренних водных путей – более 100 тысяч километров. Водный транспорт имеет ряд важных преимуществ. Относительно низкую себестоимость перевозок, возможность транспортировки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, высокий уровень энергоэффективности, безопасности и экологичности. Комплексная интеграция российских внутренних водных путей в Большое Европейское водно-транспортное кольцо – одна из важнейших стратегических задач развития транспортной системы России. Но чтобы водный путь связал государства Европейского Союза, Россию и Азию, необходимо решить грандиозную по объемам и капиталовложениям задачу реконструкции отечественных внутренних водных путей, в том числе комплексного развития Волгодона. Волгодонской водный путь включает в себя Волгодонской судоходный канал протяженностью 101 километр с 13 шлюзами, Цемлянское водохранилище протяженностью 187 километров со шлюзами Цемлянского гидроузла и шлюзованный участок Нижнего Дона с тремя гидроузлами. Наиболее сложным участком этого водного пути является Волгодонской судоходный канал. По характеру и рельефу местности канал делится на три участка – Волжский склон, водораздел и Донской склон. На Волжском склоне 88-метровый подъем до водораздела преодолевается девятью шлюзами. Далее канал, прорезая глубокую выемку водораздела, входит в Варваровское водохранилище. И по Береславскому и Карповскому водохранилищам и четырем шлюзам идет 44-метровый спуск к Дону. Питание канала водой осуществляется из Цемлянского водохранилища с помощью трех каскадно расположенных насосных станций. Производительность каждой – 45 кубометров в секунду. Насосные станции подают воду в водораздельный Бьев на высоту 44 метра на нужды судоходства и орошения. Ежегодно они перекачивают более миллиарда кубометров воды. Шлюзы «Волга-Дона», построенные более 60 лет назад, разрабатывались на транзит судов грузоподъемностью до 3000 тонн. Тех проектом были предусмотрены следующие судоходные габариты. Транзитная гарантированная судоходная глубина на канале и глубина на порогах шлюзов – 365 сантиметров. Полезная длина камер – 145 метров. Ширина – 18 метров. В настоящее время до 80% грузовых перевозок осуществляется теплоходами типа «Волга-Дон» и танкерами, имеющими грузоподъемность до 6000 тонн, которым необходимы гарантированные глубины судового хода 400 сантиметров. Удельный вес таких судов продолжает увеличиваться, создавая дополнительную нагрузку на гидросооружение канала. Из-за того, что гарантированные глубины составляют не более 365 сантиметров, суда следует с неполной загрузкой, и ежегодные потери составляют порядка 2 миллионов тонн грузов. Но самой главной проблемой «Волга-Донского водного пути» является то, что судоходный канал имеет только одну нитку. Если попробовать сравнить «Волга-Дон» с оживленной автомобильной трассой, получится удивительно схожая картина. Водные пути «Волга-Донского бассейна» являются одними из самых напряженных для судоходства. Ежесуточно через шлюзы проходит до 40 судов. Проектная пропускная способность канала 10,5 миллионов тонн грузов в год фактически превышена. И это с учетом неравномерности грузопотоков с «Волги-Надон» и в обратном направлении в соотношении 5 к 1. В наиболее напряженные периоды навигации образуются очереди из следующих через шлюзы судов. Увеличивается время их простоя в ожидании шлюзования. Обеспечить безопасность и стабильность судоходства в системе однониточных шлюзов очень сложно. В случае остановки по техническим или аварийным причинам, судоходство может прерваться по всей трассе водных путей в обоих направлениях. Необходимость строительства второй нитки «Волга-Дона» очевидна. «Волга-Дон-2» – один из наиболее крупных и значимых планов согласно проекта «Стратегии развития внутреннего водного транспорта Российской Федерации» на период до 2030 года. Построить вторую нитку «Волга-Донского судоходного канала» непосредственно вдоль существующей трассы в настоящее время невозможно. Это связано с существующей застройкой города Волгограда. А Цемлянское водохранилище, уже сейчас испытывающее дефицит воды, не обеспечит потребность питания канала в необходимых объемах. На сегодняшний день разработаны предпроектные решения с учетом застроенности территории – природно-климатических, геологических, гидрологических, водохозяйственных, экологических и других влияющих факторов. Предлагается создать новый обходной судоходный канал протяженностью 41 километр 800 метров с входом из реки Волги в районе Татьянки, в 37 километрах ниже по течению от существующего канала, в обход Красноармейского района города Волгограда. Объединение нового канала с действующим планируется за шлюзом номер 9 в водораздельном Бьефе. На этом участке предусматривается строительство четырех однониточных шлюзов с напором по 22 метра каждый. Далее внутренний водный путь пройдет по существующей трассе канала со строительством дополнительных вторых ниток на 10, 11, 12 и 13 шлюзах с выходом в Цемлянское водохранилище. Затем трасса пройдет по течению реки Дон со строительством вторых ниток на 14 и 15 шлюзах, Николаевском и Константиновском гидроузлах, а также новому двухниточному Багаевскому гидроузлу. Построенные шлюзы будут иметь камеры длиной 300 метров, шириной 20 метров, минимальной глубиной на порогах 5,5 метров для одновременного шлюзования двух расчетных судов грузоподъемностью 5000 тонн. Дополнительно планируется строительство водоподводящего Южного канала с четырьмя насосными станциями по 250 кубометров в секунду, первый вариант, или водоподводящего Северного канала с комплексом насосных станций по 50 кубометров в секунду, второй вариант, и расширение судоходной трассы канала с 38 до 60 метров. В результате навигационная грузопропускная способность новых шлюзов и новых ниток действующих шлюзов в двух направлениях достигнет 19,5 миллионов тонн. А общая пропускная способность канала после реконструкции составит свыше 35,5 миллионов тонн при средней продолжительности навигации 227 суток. Строительство «Волгодона-2» увеличит пропускную способность всей единой глубоководной системы России, создаст благоприятные условия для переключения грузопотоков с наземных видов транспорта на водный, позволяя снизить высокую загруженность наземных магистралей на юге России и способствуя улучшению экологии. «Волгодон-2» поможет России более активно участвовать в международных транспортных коридорах. Развитие внутреннего водного транспорта принесет значительный социально-экономический эффект, будет стимулировать инвестиционную активность бизнеса, создание тысяч рабочих мест. Для государственных и частных инвесторов откроются перспективы участия не только в проектах, связанных с сооружением «Волгодона-2», но и с модернизацией инфраструктуры, строительства современных дорог, мостов, переездов, контейнерных терминалов, перегрузочных пунктов, производства нового подвижного состава. «Волгодон-2» станет значимой вехой в развитии грузовых и пассажирских судоходных компаний. Новые возможности «Волгодона» придадут импульс продвижению круизных перевозок, что позволит увеличить туристические потоки в Россию со всего мира и положительно повлияет на все смежные отрасли. Повышение качества и доступности водного транспорта на междугородних и пригородных линиях будет дополнительным стимулом для подъема внутреннего туризма. Строительство второй нитки «Волгодона» отвечает требованиям к инновационному сценарию развития экономики России и соответствует глобальным общемировым тенденциям. Субтитры создавал DimaTorzok